Эвакуация на японском острове Кюсё местным жителям угрожает вулкан, проснувшийся после полувекового затишья. Населённый пункт и его подножья засыпаны пеплом, а в ближайшее время по склонам потекут потоки лавы. Все подробности у нашего собственного корреспондента в Японии Сергея Мингажева. Эти кадры сняты через сутки после начала извержения. Видимость на дорогах здесь не превышает 5 метров. Облака густой вулканической пыли разъедают глаза и затрудняют дыхание. Защитные маски приходят в негодность в течение 15 минут. У меня сейчас очень болят глаза. Всё это очень обременительно и началось так неожиданно. Вулкан Шиммоэ на южном японском острове Кюсё проснулся спустя полвека, выбросив трёхкилометровый столб пепла и дыма. Это произошло рано утром в среду и с небольшими паузами продолжается до сих пор. Оседая на дорогах, пепел превращается в скользкую грязь. Хорошо, что сейчас пепел витает в воздухе, но при этом он стал тяжелее. Он с большим трудом стещается с автомобилей. Толщина слоя в среднем уже около 5 сантиметров. Расположенный в 80 километрах от вулкана город с населением почти 400 тысяч человек фактически оказался в транспортной блокаде. Власти перекрыли участки скоростного шоссе и приостановили движение поездов и электричек. В местном аэропорту отменены все рейсы. Администрация не в силах очистить взлётную полосу от пепла. Многие пассажиры, похоже, ещё не до конца осознали, что стали заложниками вулкана. У меня сегодня масса деловых поручений. Мне срочно нужно вылетать. Я сейчас смотрю, есть ли места на следующих самолётов. Специалисты пока не могут сказать, как долго будет бодрствовать гора. Людям рекомендуют как можно меньше выходить на улицу. В районе извержения объявлен третий уровень тревоги. Всего их пять. Это значит, что школьники сидят дома, а из населённых пунктов в одно же Симое эвакуировано гражданское население. Жить, как на вулкане, для Японии не метафора. Тем более, что действующих вулканов здесь без малого 70. Большинство пребывают в спящем состоянии, но пробуждение в той или иной степени, вероятно, для каждого. Причём в любой момент. Главная японская гора Фудзи за моей спиной в предыдущий раз извергалась 300 лет назад. До выброса лавы дело не дошло, но пепельный дождь на Токио шёл несколько недель подряд. В случае с вулканом на Кюсю всё может оказаться гораздо серьёзнее. Учёные говорят, что по характеру извержения нынешнее очень похоже на то, что было в начале 18 века. Тогда вулкан Шимое не переставал сыпать пепел на окрестные города в течение полутора лет. Сергей Менгажев, Алексей Печко. Восточно-Азиатское бюро вестей. Япония. Субтитры создавал DimaTorzok